Ну что же, здравствуйте дорогие друзья, с вами Герман Громов, Максим Чеев, студия Arena for Game и это легендарный дивизион, мы с Максом как всегда с вами, вы с нами, Любовь, Морковь, туда-сюда, ну и конечно же первый матч на сегодня между командами Helicopter и Five Chains Best of 3 и на ваших экранах сейчас появятся у нас пики-баны. Максик, привет, привет, давай немножко вкратце все-таки с тобой помусолим предстоящий матч, кратко твое изложение по поводу того, кого ты видишь победителем, ну и начнем соответственно пики-баны. Привет, Герман, чат Вича и Контакта, ребята, всем здорово. Ну здесь у нас, мне кажется, будет равное противостояние, команду Art of Helicopter мы с вами наблюдали неоднократно в боях, но парни опять потерпели небольшие изменения, сейчас они подключили Вейзика в свой состав. Посмотрим, как они заиграют опять же в этой пятерке, против них выступают бойцы команды Five Chains, парни тоже довольно-таки именитые, все опытные. Ну и посмотрим, как пятерки сыгрались, собственно, какую тактику они нам подготовили, давай, я думаю, перейдем к пике и банам. Да, ну что, первый бан от команды Helicopter, это пригород Багдада. Именно такой пик у нас, точнее такой бан от этой команды залетает, но обуславливается, я думаю, тем, что команда просто-напросто его вообще не играет. Это все-таки как раз-таки первые пики, точнее первые баны летят как раз-таки от команд на карты, которые в принципе не тренируют и не являются они, так скажем, прерогативными для этого коллектива. Что у нас первый бан у Five Chains? Там у нас ВВГ, ну, здесь парни уже неоднократно пытались свои силы, да, на ВВГ, показывали, на что они способны, но, я думаю, поиграв где-то праки против своего соперника, увидев своего соперника на стримах на этой карте, решили от нее избавиться, поскольку ВВГ довольно-таки сильная сторона у команды Art of Helicopter, там еще и Вейзик присутствует, он на этой карте тоже не очень, так, точнее не не очень, а очень так жестко бахает, головы от него летят. Вот, будь здоров, но посмотрим, что со вторым баном от Helicopter. Вот второй бан от Helicopter меня немножко смутил, это минус люкс. Немножко у меня в голове не окладывается, почему именно люкс, вроде Фридосик и компания играют эту карту очень хорошо, не знаю, вообще не знаю, с чем связан этот выбор, но не знаю, видимо, считают, наверное, слабой стороной. 5-чейнз, видимо, его играют, раз такие все-таки черкнули Helicopter эту карту, значит, тренировались все-таки с чейнзами и считают их довольно сильными соперниками на этой карте. Что у нас по второму бану от 5-чейнз? Второй бан от 5-чейнз NP. NP, ну, здесь, если честно, мне кажется, ее бы, если бы не 5-чейнз вычеркнули, ее бы убрали Helicopter. Эта карта не нравится двум этим коллективам, парни на ней уже пытались неоднократно выступать, но постоянно у них что-то шло не так, есть свои недоработки в тактике, ну и, скорее всего, не успели устранить их еще, поэтому NP вылетает. Так, третий бан от команды Helicopter, Art of Helicopter, это минус убежище. Минус убежище, опять же, карта далеко еще совсем не распространенная на нашем сервере. Есть команды, которые ее прям вот вообще очень много играют, играют ее очень хорошо, но и пока что все-таки Art of Helicopter к этой карте пока еще равнодушны. Пока еще равнодушны и не собираются на ней играть. Это третий бан, третий бан от команды Art of Helicopter, так, ну и третий бан от команды 5-чейнз. А третьим баном от 5-чейнз у нас является команда, команда, да, карта метро. Карта метро, но здесь интересное, если честно, решение. Парни показали себя на карте метро в последний раз очень уверенно, прям хорошо настреливали, хороший уровень тимплея. Парни знают, как, где лучше ловить своего соперника, но, тем не менее, они приняли решение избавиться от этой карты. Может быть, пытались ее как-то проколать против Helicopter, видать, не очень хорошо вышло, поэтому карта вылетела. Но остаются у нас три карты, это ДЦ, МИД и ПБ, посмотрим. Да, 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 ДЦ, МИД и ПБ. Первая ДЦ, вторая МИД Таун, третья Песчаночка. Ну, не знаю, не знаю, все-таки давай по деловому центру. Мы сколько раз видели уже, что все-таки команда 5-чейнз на этой карте действовала очень хорошо. Да, она дефолтная, ну это действительно, самое что ни на есть дефолт для всех команд, деловой центр, то же самое, что, наверное, и люкс в какой-то мере, или металл. Ну, ДЦ это прям исток-исток всех команд, и эта карта абсолютно всеми играется. Ну, металл. Что думаешь по металлу? Ну, здесь металл, мне кажется, пройдет у нас очень напряженно, поскольку на этой карте себя уверенно чувствуют оба коллектива. Что 5-чейнз, что бойцы команды Art of Helicopter здесь будут сражаться просто не на жизнь, а на смерть. Мне кажется, здесь еще увидим допы вообще на этой карте. Стрельба у наших ребят на высоте. Так что, вот, мид я, пожалуй, здесь выделю такой картой, которая у нас будет карта вечера, скорее даже ее так можно назвать. Ну, и третий пик это ПБ. Песчанка. Песчанка. Опять же, песчанка играбельна как от Helicopter, так и от 5-чейнз. То есть, Коби, Мираж постоянно любят играть эту карту, так же, как и Фридосик со своими тиммейтами. И здесь, так скажем, будет решать, кто лучше отыграет за синих. Я думаю, именно этот основополагающий фактор будет лежать в истоках этой карты. Если все-таки Helicopter под руководством Фридоса как-то задавит 5-чейнз, хотя там стрелки такие, что как бы задавить их будет действительно трудно с Ленина, вполне вероятно, вполне вероятно, что мы увидим очень жаркую игру, если все-таки эта третья карта будет. Но мы надеемся, что все-таки все три карты мы увидим. Ну и я бы, наверное, поставил, наверное, на Helicopter на третьей карте со счетом 10-8. Они, мне кажется, либо 10-7 выиграют. Ну не знаю, посмотрим. Посмотрим, конечно же. Ну а у нас как раз-таки постепенно игроки заходят в лобби. Ну и давайте присоединимся как раз-таки к ним. Ребята у нас уже все в боевой готовности практически. Деловой центр, первая карта. Ну и составы команд. Как только все игроки зайдут, мы их быстренько озвучим. Ну, Макс, твой прогноз 2-0, 2-1. Я думаю, здесь будет 2-1 в пользу команды Art of Helicopter. Первую карту у нас здесь будет жесткая борьба, но мне кажется, заберут ее Helicopter. Вторую карту Midtown присваиваю команде FiveChange. Ну и третью карту я с тобой полностью согласен, потому что здесь будет очень сложно играть на МИД, на Ленина. Но посмотрим. Посмотрим. Я ее тоже, скорее всего, отдаю Helicopter. Так что 2-1. 2-1 по картам. Ну, посмотрим, верны ли наши ставки. Ну и в соответствии давайте посмотрим, как думаете вы, наши дорогие зрители. Сейчас я тоже открою ставки в чате Твича и Контакта. Полетели. Да, ну и все. Вся пятерка у команды FiveChange уже в сборе. Это Кос, Линк, Коби, Московский и Ветерок. Ну и четыре игрока уже у команды Helicopter. Это Фрид, Зи, Дазл, Лапа. Ну и последний игрок сейчас зайдет. Посмотрим, кто именно это будет. Кто именно это будет. Сейчас узнаем. Мне кажется, либо Джасли, либо Пуш. Не знаю, кто-то из них. Ну ладно, посмотрим. Пока что ожидаем. Сейчас будет ножевой раунд у нас сначала за право выбора стороны. Ну и надеемся, что все пройдет очень гладко, без крашей и так далее. Потому что все-таки часто, часто у нас в последнее время игроки начинают выбывать, где-то выходить в лобби. Да, но я смотрю на части Твича уже ставочки просто вовсе летят. Ну что? Здесь уже мнения-таки разделились. Но опять же, подавляющее большинство, как я вижу, все ставят на вертолетов. Есть ставочки, конечно же, и на 5-чейнс. Но их, так скажем, прям подавляющее меньшинство. Подавляющее меньшинство. Ну не знаю, возможно здесь 5-чейнс, кстати, удивят и выиграют. Может быть даже 2-0. Посмотрим. Посмотрим. Так, ну мы дожидаемся пятого бойца. Сейчас он залетает. Выходим на ножевой раунд. Там вот еще сейчас, мне кажется, исход этой карты будет очень зависеть от того, кто заберет ножевой. Кто выберет правильную сторону, да, где им будет удобнее принимать. И наберет максимальное количество очков в свою копилку. Если сейчас вот прям очень хорошо выпадет сторона для команды 5-чейнс, то мне кажется, они должны забрать эту карту. Но здесь мы уже с тобой обсуждали то, что они также очень хорошо стреляют на этой карте. У них отлажены здесь тактики. Они готовы к своему сопернику на этой карте. Так что посмотрим. Посмотрим. Ну вот у нас уже пошла боевая готовность. Давайте, ребят, даю вам еще несколько минут буквально на то, чтобы вы сделали ставки. Вот давайте ножевой раунд заканчивается. Я закрываю ставки и мы полетим уже в бой. Да, и все-таки пятый игрок у команды Art of Helicopter это Сергей Ивлев. Он же Пуш. Всем давно уже известный игрок. Но Сергей как-то в последнее время и в инактив уходит. Мало играет, тренируется. Ну и вообще некоторые проблемы с составом Art of Helicopter испытывают. Там должен еще играть Уэзик, но там замена ему будет разрешена только через какое-то время. Там через первый круг или как-то тогда, по-моему, после первого круга. Ну и в соответствии, в соответствии с этим, пока что вынуждены в таком ростре отыгрывать игроки команды Art of Helicopter. Будем надеяться, что им это не помешает. И внутриигровая какая-то, знаешь, своя атмосфера, аура не будет нарушена. Игроки будут полностью выкладываться и флеймить, рейджить друг на друга не будут. Ну что, ножевой раунд, карта Деловой Центр у нас стартует прямо сейчас. 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Как думаешь, кто ножи заберет? Ну, здесь опять же, ножи это полный рандом, как по мне. То есть, знаешь, как полетит, не полетит. И опять же, непонятно, будет ли это ринг, будет ли это мясо. То есть, ну, как-то ножевом раунду мы обычно не уделяем много внимания. То есть, скилла, в принципе, здесь не особо-то многое надо. Хотя некоторые очень-таки, как раз-таки, делают акцент большой на ножевой раунд. Ну, посмотрим, посмотрим. Все-таки, мне кажется, ножевой будет за командой 5-чейнс. Не знаю, почему, возможно, я буду сейчас неправ. Но смотрим, выход на длину. В принципе, стандартное место для поножовщины. И уже здесь защемили. Защемили лапу, зишку, фрид делают размен. Даже даблкил неплохо. Фрид триплкил с ножа. Нормально, Виталик разошелся здесь. Мясник, мясник местного разлива. Ну, ладно, Ветерок еще тоже в деле. Завалил двоих. Но все-таки нет. Art of Helicopter забирает на живой раунд свой актив. В соответствии право выбора стороны остается за ними. Ну, и мы закрываем ставки. Да, ставочки закрываются. Ну, что, стей или свич? Вот что интересно. Давайте посмотрим. Так, все, ставочки закрыты. Остаются, остаются за КТ. Остаются за КТ у нас игроки команды Art of Helicopter. Ну, посмотрим. Посмотрим. Поехали. Так, ну и первый раунд. Первый раунд, опять же, во многом он где-то будет решающим. Все-таки, если его заберут Art of Helicopter. В команде Five Chains есть такие игроки, которые очень подвержены психическому давлению. Я не буду тыкать пальцем и говорить именно кто. Но два человека там есть. Два человека там есть. И если кто-то будет прям сильно проседать. И Helicopter заберут прям сразу парочку раундов. С начала карты прям вот сразу сходу. То могут возникнуть психологические проблемы. То есть я говорю о дизморали. А где-то о несобранности. Где-то будет это проявляться в стрельбе. Где-то в каких-то неверных движениях команды. И в ее неслаженности. Но посмотрим. Посмотрим так или иначе. Обоим коллективам желаем удачи. И мы стартуем карту деловой центр. Поехали. Так, ну что ж. Five Chains в атаке у нас остается. Посмотрим давайте сразу же. Как они будут располагать вообще своих бойцов в атаке. Куда будет направлен вектор атаки. Будут ли они пушить у нас, как обычно, Альфу. Или сейчас попробуют пройти именно на позиции B-сайта. Там БК, допустим, плюс центральное кафе. Может будет выпад с коробки. Посмотрим. Камеру наверх. И здесь мы с вами наблюдаем то, что двое игроков уходят под позиции инсайда. Далее занимается четверка. Вообще никак не чекается БК. Где, кстати, уже в Аркадии находится Фрид. Есть дроп подкора. Потихоньку будут выходить именно с этой позиции. Там Зи находится в доме. Но Альфу сейчас раздавят с 2-го. Да, там уже как-то пропустили Сергея Московского. Уже два минуса есть за командой 5-чейнс. И немножко здесь не угадали. С коробкой и с Альфой игроки команды Артов Хеликостр. Но, видимо, были готовы к этому в Московске. Еще один фраг оформляет по Зибону. Но лапа есть разменная. 2-4. Есть в спине еще один игрок. Это Коби. Ну и у Коби сейчас будет прям-таки урожай от лапы. Да, по лапе падает дэмэдж. 52 хп. Минус лапа. И Фридосик остается соло. Но Фридос очень сильный индивидуальный игрок. Но хватает его только на один минус. Ну что, 5-чейнс берут первый раунд за атаку. Браво. Смотрим дальше. Так, ну здесь, в принципе, ребята просто проспали у нас короб. Вообще никаких передвижений именно под этой позицией не было. Спокойно двое игроков команды 5-чейнс врываются под позиции коробки. Выходят на пятерку. Выход со стрита и, в соответствии, раздавили Альфу. Смотрим, что же у нас произошло сейчас. Здесь Фрид на приеме БК сыграл очень грамотно. Есть от него минус. И здесь уже ситуация 3-4. Огромные проблемы сейчас испытывают бойцы команды 5-чейнс. Если сейчас еще Дазл минусанет своего соперника московского, это будет вообще экшен. Ребята в 2-4 не отыграют. Но московский. Есть минус по пушу. 3-3 ситуация. Ну, смотрим далее. Ну, давайте глядеть. Давайте глядеть. 5-чейнс все-таки все под Альфу решают отойти. Но там только Дазл. И Дазл здесь умирать не рекомендуется. Он делает размен. Но и моментальный минус также от ветерка. 2-2. Вся информация имеется. Два игрока в Альфе. Это Кос и Ветерок. Но по ветерку есть информация, что он уже флунтует. Туда залетает просто граната. Ветерок вынужден выходить на Зи. И Зи его моментально расстреливает. И это 1-2 в исполнении Коса. Ну, что ж. Неплохо, неплохо. Отыгрывает Коса у нас сейчас. Но 1-2 еще. 1-2. Проблемы по-прежнему сохраняются. Если он сейчас выходит на позиции плента. Ставит фугас. Тогда можно еще как-то отыграть на удержание. В принципе, что он и делает. И 83% здоровья у него на холлсбаре. 1-2. Лапа 91% здоровья. И Зишка сотка. Сейчас будет Аркада уже на пятерку. Кос готовится принимать своего соперника. В упоре. Зишка за чеку своего издави. Пошел дэмэдж. Ну и здесь все-таки залетает минус по Косу. Ну что, это ответный раунд от команды Артов Келикоптер. Парни отыграли сейчас довольно неплохо. Но посмотрим на третий раунд. Как ребята сейчас будут себя чувствовать в атаке. Ну и, собственно, куда направят свой вектор. Ну пока что все довольно дефолтно. Опять же, Коби с Косом идут под аплент. Туда же и ветерок примерно заливается в район банана. А там Зишка. Про Аркадий как раз-таки банан. И у Зибона могут возникнуть проблемы. Да, минус Зи. Сразу четыре игрока он встречал. Но там Пуш неплохо действует с пятерки. Забирает линка. А еще на стрите у нас поджим в исполнении. Олега Димофеева, он же Даззл. Даззл здесь может просто двоих, троих, четверых собрать. Даззл пошел нашевать. Но одного только сумел забрать. И там Пуш. Теперь за Пушом надо смотреть. Но Пуш моментально получает в голову. Это уже 3 в 2. Ну вот это было больно. Все-таки прожали позиции Альфы. А еще и Коби уходит под БК. Где его вообще никто никак не контрит. Кос остается под позициями Альфы. Пока что наводит там шороху. Тем временем Коби уже на длине. Посмотрим, прочекают ли эту расстановку. У нас сейчас бойцы команды Артов Хеликоптер или же нет. Пока что неизвестно. Фрид стоит спиной как раз таки к своему сопернику. Коби 11 хп. Сейчас будет выход. И вот тогда у Фридосика могут начаться проблемы. Ну и там еще до Лапы недалеко в принципе. Он сразу же с дома попадется на огневой рубеж. Но Коби пока что не атакует. Очень-очень сливого играет. Фрид сейчас зачекает своего соперника. Пошел демэш. Ну и здесь досиделся. А здесь еще Кос на Зигу поднимается. И Лапа его слышал. И у Коса будут большие проблемы. И 3 в 2 не забирают игроки команды 5 Chainz этот раунд. 2-1. Вертолеты выходят вперед. Причем впервые в этой встрече. Ну что. Я думаю сейчас что-то поменяется в атаке. Или же нет. Нет, нет, нет. Опять все. Дефолт на 3 игрока. В район Банана. Московский. На центральное кафе. Ну и смотрим. Кстати там Зишка будет принимать. Давайте быстро рассмотреть. Ой-ой-ой. 7 хп уже у московского остается. Но здесь его и хаешками начинают закидывать. Но если одна хотя бы упадет в этот, так скажем, уголок, то моментально Сергей отпадает от нас. Но нет, нет. Все-таки это перемещение ближе к Апленту. Коробка будет заниматься. И там Даззл. Даззл. И, кстати, Даззл почему-то один отыгрывает. Но вот Зишка вроде спускается вниз дома. И начинает показывать, что якобы коробка смотрится. Но Даззл 1 в Апленту. И у него будут большие проблемы, если все-таки не уйдет отсюда. Но пока что сидит в руках у него А93 парный. Пошел дэмэдж. Первый падает. Отлично. Пуск также ретируется под позиции пятерки. А Коби опять пытается отыграть где-то за спиной своего соперника. Фрид по-прежнему на контре позиции длины. А Даззл взлетает в минус по ветерку. Линк. Моментальный размен. Пуш. Дабл. Дел неплохо. Ну и в соответствии Альфа падает. Коби остается один. Чекает сейчас за собой позиции Б-плэнта. От Кит Хае. Лапа зачекал своего соперника. Пошел дэмэдж. Но там уже три тела просто на миду находятся. И тут уже Коби явно не уйти. Есть минус. Это третий раунд в активе команды Арту в хеликоптер. Парни выходят вперед на два раунда. Но пока что ничего не могут сделать 5-чейнс. Дорогие друзья, смотрящие трансляцию ВКонтакте. Если еще раз так будет, что трансляция будет выпадать, переходите на Твич. Ссылочка там есть в описании видео. Поэтому переходите, не стесняйтесь. Бывает, ВКонтакте нас все-таки подставляет с технической точки зрения. Но надеемся, что на протяжении сегодняшнего вечера это будет единственный такой дисконнект от этой платформы. Ну что, поехали. У нас снова Аплэнд занят и, что примечательно, это 5-4 в пользу атаки. Но посмотрим, как будут выбивать игроки команды Арту в хеликоптер. Как мы видим, все скомпоновались в районе пятерки. И трудно будет на самом деле выбить, потому что позиции неплохие. Занимают 5-чейнс. И в упоре уашки от московского здесь будут. И московский делает минус. Второй. Возможно, третий даже залетит. Ну нет, третьего пока не залетает. Но вот здесь Зишка! 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 Что ты делаешь? Божь ты мой! Матерь моя! Это эйс должен быть от Олега. Но времени не хватает, чтобы раздефьюзить бомбу. И Олег, к сожалению, не добирает Коби. Коби там в спине затесался, но этого немножко не хватает. Ну что, поехали дальше. Ну что, это жестко. Вот что, здесь просто уничтожение от Зишки. Был какой-то экшен сейчас. Но смотрим далее, как все-таки будут располагать свой вектор атаки бойцы команды 5-чейнс. Опять же уходят под позиции банана. И скорее всего будут как-то разводить именно асайд. От кит-хе под короб, от кит-хе под пятерку. Пуш закрывается сейчас в нотке. И здесь Дазл будет работать на приеме именно выхода со стрита. Московский уже чекает окна. Кос у него на подхвате. Ветерок закрывает спину своим тиммейтам. А вот Линк и Коби попытаются сейчас выйти у нас на позиции беты. Под московского дабл кило 5 пропушил спокойно именно позиции альфы. Коби поддерживает свою команду минусом по фриду. И Зишка идет запирать четверку. Да, и здесь остается у нас один Константин Грачев. И это 3-3. Это уверенный 3-3 от команды 5-чейнс. Ну что же, догоняют своих соперников. Недалеко отпускают. Было преимущество у вертолетов в два раунда. Но как-то оно моментально нивелировалось. Вот этими уверенными действиями от команды 5-чейнс. Ну и сейчас Аплэнд как-то вот немножко слабоват. Все-таки у команды вертолет. Ну я думаю, да, сейчас отпускать его будут. Заминировал Сишками пуш позицию планта. И выход в длину от ветерка. Но это очень опасная, так скажем, затея. Там и Лапа, и Фридосик. Фридосик вообще с подбетона играет. Поэтому здесь можно на него посмотреть. Обычно с этой позиции качественно отыгрывает. Ну ладно. Так, ну здесь уже под Короб. Опять же есть дроп от Даззла от Кит Хайе. Минус линк. И Кос. Четверки по-прежнему ведет огонь под позициями Короба. Но пока что это все безрезультатно. Пять игроков команды Артов Хеликоптер по-прежнему в строю. Они готовы принимать своих соперников. И сейчас московский Коби и Кос попытаются, скорее всего, опять запушить позиции Асайта. Пуш сидит под пятеркой. Готовится принимать своих соперников. Даззл уходит в Короб. Зишка, если что, будет на подхвате с дома. Ну и Ветерок. Вот это пачку словил. Ветерок у нас под позициями длины. Пуш также минусует московского. И ситуация уже 2 в 5. Крайне плачевная. Коби и Кос. У Коса 15% здоровья. У Коби... Да, скриньте, вообще нет хп. 4-3. 4-3. И вертолёты вновь вырываются вперёд на один раунд. Ну и всего лишь 2 раунда до конца. Первая половина у нас остаётся. Тем не менее. Тем не менее, здесь всё ещё может поменяться. И 5-чейнзы могут выиграть первую половину. Ну или бы вертолёты вообще в двойное преимущество уйдут. Так, здесь Абдазл интересно посмотреть. На него здесь, скорее всего, будет выход. Потому что уже 2 игрока на Циканда. Банани есть. Ну и планомерный отстрел, видимо, от команды 5-чейнз. Абдазл. Приём коробки. Да, минус. Отлично, Олег. И это уже 5 в 3. И остальные игроки, видимо, расходятся. Да, Коби у нас хочет вообще выйти через длину. Коз, опять же, на банане. И ветерок только на позиции стрита. Но здесь его Зишка в упоре, конечно же, будет принимать. И Зишка, скорее всего, здесь делает этот минус. А здесь 2 игрока. Зишка идёт давить. А зачем? А второй стоит. А чего второй стоит? Коз там просто стоял. Что-то смотрел у нас в позицию окна. Ну, красавчик, красавчик. И Коби остаётся здесь в соло. Ну, Коби 1 в 5. Это просто самоубийство. Не знаю, что он будет делать, как он сейчас будет отыгрывать. Но 100% на холсбаре у него ещё есть. В принципе, потихоньку пытается зайти в спину к своему сопернику. Спалил, спалил своё местоположение. Зишка уже идёт атаковать. Пуш на подхвате. Там уже будут запирать его в спину. С ЦК пошла холпа. Есть первый минус от Коби. Далее идёт Аркада. Коби даблкил. Давай третьего. Ну, пушатно надо зажимать. В любом случае 67 хп. Коби три полкилл. Неплохо. Но далее Лапа говорит. Всё, всё, парняга. Всё, хватит с тебя. Разошёлся. Ты больно. Есть минус. Это 5-3 в пользу команды Art of Helicopter. Супер. Супер раунд в исполнении. Коби мог бы быть. Но, опять же, его не состоялось. Ну, и пока что Коби у нас идёт Аркадий ЦК. Вот это уже что-то новенькое. Вот это уже что-то новенькое. Коби хочет сделать это рефраг. Он понимает, что у него летит. У Сергея Московского тоже летит. Но пока что вот Коз вместе с Ветерком так себя отыгрывает. Ну, вот Московский получает по голове от Дазла. Уже лишаются одного своего бомбардира 5-чейнс. И нужно как-то дальше срочно выходить из этой ситуации. Потому что всё плохо. Пока что всё плохо. Но, ладно, пока смотрим. Линк. Линк будет заходить в коробку. Моментальная пачка под Дазл. Отличный размен. Но Пуш опять выводится у команды вперёд по игрокам. Ну, и смотрим. 4 в 3. Но здесь Коби с Линком опять же попытаются выйти на шорт. Где отыгрывает Лапа. И Фрид у него будет на подхвате. Откид КЕ под Зигу. Но и в соответствии ХЕшки в ответ. Коби летит агрессивно. Но здесь Фрид спокойно коронит двоих своих соперников. И Ветерок остаётся в соло. У Ветерка пока что вообще никак не заходит катка. 2-6 его статистика. И он остаётся 1 в 4. Как же сейчас трясутся руки у парня. Я просто не представляю. Его уже идут искать. Его уже начинают выбивать. Есть информация, что это центральное кафе. И по нему залетает демаг. 37 кп. 3 кп. Но и здесь Фрид оформляет трипл килл. И это конец первой половины. 6-3. Польза команды Артов. Хеликоптер. Но довольно уверенно парни отыграли первую половину. Молодцы. Причём да. Как-то знаешь. Они и сначала до 3-1 вели. Потом 3-3 правда. Всё-таки сравняли счёт игроки 5-6. И честно до последнего я даже не думал. Что всё-таки в 3 раунда действительно будет преимущество. Я это предположил. Потому что это в теории возможно. Но я думал 5-6 хотя бы 5-4. Ну то есть отыграет. Даже могли выиграть. Но всё-таки 2 раунда к ряду отдали. Хотя начало было очень. У них тоже неплохое. Что стоит отметить. Ну и сейчас нужно команде собираться на второй половине. В противном случае хеликоптеры заберут первую карту. Ну а дальше у нас... Сейчас скажу. Дальше у нас какая карта у нас? Дальше. Мит. Митаун. На Митауне. То есть как бы тоже могут быть огромные проблемы у них. Ну вот здесь Фрид находит опенфраг по московскому. Через дверь в коробе находит минус. Вот здесь Сергей у нас сидел. Ну и Линк находит размен. На карте это уже 4 в 4. Ну что ж неплохо. Но проспали заход под короб. Но по ходу дела Кос всё-таки что-то знает о своём сопернике. Фрид если что на подхвате на четвёрке. И здесь Пуш оттягивается на инсайт. Аркады стрита у нас явно не наблюдается. Линк попытается принимать с нубки именно позиции асайта. Ветерок будет на подхвате. Под домом находится. Но и здесь от Фридосика опять же залетает минус на Коса. И пошёл укреп позиции Б-сайта. Лапа со Фридосиком находится у нас на позициях Шарда. Кит Хе уже идёт. Ветерок довольно неплохо принял эту позицию. Заставил своих соперников оттянуться. Но ситуация у нас 4 в 3. Да, там Зишка рыдовый. Но этот парень умеет задавать жару. Да, но и перестрелка с коробом. Здесь для Линка вышла в флюс. Это 3 в 3. Пуш уже кстати в апленту. И он здесь может выйти на грейд спрайт. Но нет. Всё-таки Линк уходит. И Фридосик не совсем удачный тайминг ловит. Но уже дают информацию друг другу. Файфчен, что Альфа постепенно занимается через кассу. Ну и Лапа уже в плент прошёл. А здесь Сишка. Здравствуйте. От Линка триплкилл в этом раунде уже. И это 3 в 2. Так, ну что. Посмотрим как потянут. Ветерок по-прежнему на сэве Шарда. От Коби. Ещё пачка. Фрид падает. И пуш остаётся 1 в 3. 73% на холсбаре. Уже пушится семёрка. Линк на Аркаде идёт давить своего соперника. Но здесь ещё коварный Си-5. Заготовил у нас пуш. Ну что ж. Посмотрим. Посмотрим как поймает своих соперников. Заход в плент у нас уже имеется. Есть Сишка. Но эта Сишка не настигает своего адресата. Пошёл пушить. Но почём зря здесь. Ветерок принимает своего соперника. Есть от него хэдшот. И это первый отыгранный раунд на смене сторон. За командой 5-чейнс. Счёт становится 6-4. Хотя начало было оно просто из ряда вон. Выходящее неприятное для команды. 5-чейнс убили Московского сразу прострелом через дверь в коробе. Дальше. Ну, Линк здесь, конечно, красавчик. Линк просто разбожил. Трай их минусанул. Ну и дальше дело техники в большинстве выбить своего соперника. Ну, смотри, команда артов холикоптера играет пока что очень медленно. Очень медленно. Фрид с Дазлом заходят только пока в Тэшку. И начинают простреливать окна. Фрид вроде и под банан готов сместиться. Вместе с Зишкой попробовать выйти сплетануть коробку. Но в коробке сидит Московский. В коробке сидит Московский, который с этими УАшками может раздать так, что мало не покажется. Ну и очень аккуратней. Аккуратней учают игроки команды вертолёт с этим парнем. Так, Московский. Московский, смотри. Такое ощущение, что он хочет выйти уже просто на эту четвёрку и разбомбить всех. Ну и опять садится под эту точку. И да, его опять здесь чекают. Ну что ж, ты как прямолинейно-то действуешь, дружище. Уже раз тебя нашли. Там, конечно же, и второй. Но пока без разменов, без минусов. Смотрим. Даже демоджа не зашло ни по одному из игроков. Но здесь вроде как пытается агрессивно вести себя под позициями Альфы. И здесь же залетает уже опен фраг. Лапа откид ХАЕ под пятёрку. Есть от него минус. Ну и в соответствии заход в Альфу. Забросили смоук на окна. Кос пытается принимать с дома. Но это всё вообще без вариантов. Московский уже под пятёркой. Но фугас установлен. И от него залетает довольно неплохая ХАЕшка. Есть минус по Фридосику. И ситуация уже у нас 4 в 4. Ну что ж, не вон. О-хо-хо, вот это выход на пятак. Но здесь Кос ещё пока живёт. И со спины Московский идёт и его слышит. Его слышат. И ветерок. Ой, пуш. Пуш погибает. Но ещё Зи остаёт. Зишка делает минус. Но что же. Первый раунд в атаке для команды Артов Хеликоптера. Ну такой он, знаешь, он немножко валидольный. Лапа там, конечно, молодец. Дал хороший прокид в Плэнт. С длины зашёл. Разменял там закрывающего. Ну, всё супер было в этом раунде для вертолётов. Но что-то здесь не подсказывает, что 5-чейнс готов к подобному раунду. И Аплэнт уже будет смотреться более пассивно. Потому что, да, вот Линк, например, вообще садится в нубку. Московский смотрит прямо с глуби коробки. Ну и на самом деле, если теряют Линка, либо Московского, просто смотрите, какая линия будет прервана. То есть, если умирает Московский, то ближайший игрок к Аплэнту это Кос. Это Кос, а Линк там остаётся один. То есть, сколько нужно пробежать будет Косу, чтобы хелпануть. А не факт, что успеет. Но здесь ЦК пока что в исполнении Артов Хеликоптер. Попытаются сделать, наверное, какой-то энтри фраг. Ну и Даззл также на стрите у нас с Линком будет перестреливаться. Ну и да, плавненько, плавненько под Аплэнт игроки команды Артов Хеликоптер начинают заходить. Но здесь Московский в коробке. По-прежнему он, в принципе, должен слышать всю эту перетяжку через короб. Зашёл довольно-таки неплохой демаж сейчас по Фридосику. 28% здоровья у него остаётся. Линк отыгрывает под пятёркой. Пуш по-прежнему центральное кафе. А Московского-то в четвёрке проспали. Ребята, вот вам, пожалуйста, выход в спину. Есть минус, но сейчас Московский проспит лапу за спиной у себя же. Но, тем не менее, успел сделать выпад на позиции Банана. Оформить минус. И там Фрид, 28 хп, у которого остаётся. По-прежнему отыгрывает на Банане. Но Альфу отпустили сейчас полностью. Они позволяют сейчас зайти своим соперникам именно под эту позицию. Ну что ж, интересное решение. Посмотрим, оправдается ли эта тактика у нас сейчас. Вот такое пока что. Да, здесь хороший смок падает на окна от лапы из четвёрки. Ну и 3 в 4 выбивания. Но здесь у Фридоса очень большие проблемы. У Дазлу тоже есть проблемы по хп. Но Фрид почему-то играет очень агрессивно. Сейчас мне это немножко непонятно. Ну и посмотрим, как будет заход от Линка. Уже в дверях находится этот товарищ. Там его и Фридосик с окна будет принимать. И в принципе его и ступки. Дазл палится. Дазл! Куда же ты? И лапа остаётся здесь один. Полетела хаешечка. Полетела хаешечка. Но лапа промазал. А нет, не промазал. Всё-таки одного забрал. Но Линк его дальше разменял. Это 7-5. 7-5. Файвчейнзе были готовы к этому раунду. Ну что ж, два раунда до паритета. Посмотрим, как парни будут себя вести далее. В принципе, эта тактика отпустить Альфу сейчас оправдала себя. Парни отошли под позиции беты. В соответствии сохранили свою четвёрку. И далее спокойно пошли на выбивание. Дазл идёт Аркадий Стрит, где Линк. И к этой Аркадии явно не был готов Дазл. Есть минус. Коби также ставит пачку сейчас по фридосику. Коби разошёлся просто. Даблкил на позициях длины. Лапа отлетает. Зишка также перетягивается под позиции Банана. Но здесь ситуация 2-5. Да, Зишка заметил Носковского на коробе. И сейчас будет приёмка. Приёмка! Ну и только Пуш делает размен. Но Пуш 1 в 4. И по нему есть информация. И никуда, я думаю, файвчейнзы не полетят сжать. Они понимают, что у них всё хорошо на карте. Контроль полностью за ними. Но здесь Линк просто вот так вот сидит. В нубке. И... Такое. Такое здесь на самом деле по позиции у Линка. Его можно здесь прочекать. И знает, кстати, Линк, что уже в Альфе находится Пуш. И... Да, Пуш просто сейчас погибнет. Это ещё один раунд. И того 7-6. Файвчейнзы догоняют вертолёта. Ну, собственно, о чём мы и говорили перед самим матчем. То, что здесь будет действительно борьба. Причём очень жёсткая борьба. Но один раунд. Один раунд до паритета. Так что ещё до конца не догнали своих соперников. И здесь, скорее всего, уклон пойдёт именно под позиции Бетты. Интересно, как они сейчас отыграют. Если Коби сейчас поставит ещё две пачки на приёме длины, то это будет просто проблем в атаке Бетты. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Брид пытается отыграть по своему сопернику. Но падает Пуш. Коби уже принимает. Лапа также 19% здоровья. И вот сейчас Шорт и Лонг должны выходить одновременно. Но посмотрим, как это у них получится. Дазл первый на огневом рубеже. Дропается на семёрку. По нему и падает информация. Но Дазл здесь наконец-таки накрыл ветерок. Ну и только Зи разменивается. И ветерок даблкил. Но Фритосик приходит из-под бетона. Ну и остаётся последний Олег Кановнин. По которому сейчас нет информации. И вот сейчас уже появляется. Но Олега здесь по идее за щеме. Да, Московский выходит на размены. И это 7-7. Вот он паритет. И какая же жёсткая каточка у нас намечается во всём БО-3 противостоянии. Ну это жёстко. Это жёстко, конечно. Здесь парни принимают своих соперников на ура. Меня больше радует его очень Коби. Как он играет сейчас Лонг. Вот как он встаёт на эту позицию. Всё. Лонг. Закрыт железобетон. Вообще никто не может пройти эту позицию. Плюсом хелпа ещё от тиммейтов даёт о себе знать. И здесь аркада центрального кафе. Залетает уже демэш в позишке. 65% здоровья у него остаётся. Но нужна ли была эта аркада? Пока что неизвестно. Но вроде не потеряли ХП. Нанесли урон. В принципе всё нормально. Но здесь идёт ротация под позиции Альфы. Уже втроём парни перетягиваются на банан. Скорее всего будут выходить на стрит. А там принимает один Московский. Да, там есть Линк на подхвате. Кос ещё перетягивается под пятёрку. Но пока что неизвестно, куда же всё-таки пойдёт атака. Ну вот здесь Лапа готовится делать прокид на окно в Аплент. Там Кос находится. И если всё-таки Лапа попадёт этим прокидом, то будет всё просто... Замечтательно. Так, ну и что? Смотрим. Да, полетели прокиды. Ну и сейчас будет заход сплитпушем в Аплент. И готов ли Кос встречать? Ну вот здесь и Московский заказ и погибает моментально. Дазл даже вообще, ну, как бы не поколеблил никак. Потому что у Дазла 16 хп было, и никто его не забрал. Ну и здесь есть заход в Аплент. И Кос оформляет минус по Дазлу. Коби также забирает и Фридосику у нас. Ну, такая себе картина пока что. У Командартов или Коктеров. Ну зашли неплохо, зашли неплохо. Но далее встретились с очень агрессивным приёмом пятёрки. Просто полетели Хаешки. Есть минус от Коса. Ну вот сейчас вроде как Зишка отвечает разменом. Минусуется пятёрка. Кос принимает решение стянуться немного вглубь позиции пятака. Да, фугас уже установлен. Пуш выходит под пирамиду. Далее ретируется в нобку. Ну и здесь должны принимать просто перекрёстным огнём. Втроём, парни, команды 5-чейндж будут выходить в позиции альфы с пятёрки. При фаером на окно. Пока что по лапе нет никакой информации. Лапа есть минус. Пуш есть от него минус. Ну и здесь Линк отвечает разменом. Но 1 в 2 будет нереально сложно. И таймер тикает не в его пользу. Да, выход на стрит. Но здесь перекрёстный огонь. Да, Линк хотел, хотел сделать круто. Но немножко не получилось. Итого. Итого 8-7. 8-7. Всё-таки еле-еле вертолёты берут раунд в атаке. И тяжело им это даётся. Фрид, кстати, идёт Аркадий длину у нас. Но, да, попытался кого-то найти сразу же. Возможно, кто-то поджимал бы длину. Например, Коби. Но Коби остаётся на своей позиции. Играет довольно статично. А вот перед ЦК сейчас будет батл. Да, там лапа спалил Линка. И Линк моментально уходит. И Ветерок его здесь будет прикрывать. Так, ну что, смотрим. Смотрим, что же будет у нас далее. Опять же Зишка пытается выйти под позиции шарта по-прежнему. Ну и здесь Линк готовится принимать своего соперника. Ветерок у нас дропнулся под парыч. Возвращается обратно на свою привычную позицию. И, скорее всего, здесь попытается как-то развести именно позиции Б-сайта. От Кит Хае под дом, где принимает Линк. Полетела Хаешка на шорт. Отлично, от Фридоса есть минус. Но у него остаётся 17% здоровья. И эта стяжка, опять же, под четвёрку. И, скорее всего, пойдёт ротация теперь под позиции Альфы. Зишка пытается поймать своего соперника в коробе, где отыгрывает у нас Московский. Но нет, опять возвращается на шорт. Ну что ж, смотрим. Смотрим, что же заготовили. А в это время Фрид уходит по длину у нас и в роли запирающего, я так думаю, будет играть. Либо отвлекающего, чтобы постоянно хоть кто-то находился на Б. Да, Фридосик здесь, конечно, делает огромный объём работы, держит. Но вот уже погибает, кстати, вообще ненужным образом. По сути, он должен был просто держать. Он держать должен был в напряжении длину, а игроки остальные уходить в Аплэд. Ну и здесь Пуша абсолютно один. Абсолютно один. И сразу два игрока на него уходят. А нет, прошу прощения, там Изишка прикрывал Олега. Я, к сожалению, не увидел. Ну и Кос контролит пятёрку, Изишка его прекрасно видела. Это 4 в 3. Есть, занимание коробки. Изи. Так, и Московский подтягивается ещё. И Московский тоже здесь может получить. А вот длины как раз сейчас мог бы и выходить Фридос. Вот Фридосика здесь не хватает. Ну что ж, смотрим, смотрим, как же будут выходить. Нет, нет, выхода не будет. Опять ротация. Пытаются раскачивать своих соперников. Сейчас бойцы команды Артов Хеликоптер. Но здесь приём на Шор. Довольно-таки неплохой от Коби. Падает лапа Московский. Ой-ой-ой, разошёлся Сергей. Есть от него дабл келл. Трипл келл. Просто всех порвал на Шорте. Ну что ж, ещё один раунд в активе команды 5-чейнс. Ну и что-то мне подсказывает, что на первой карте мы можем увидеть допы. Ну и как мы видим, Артов Хеликоптер находится вообще не в той форме, в которой мы на самом деле рассчитывали. Но я, честно говоря, я знал, что будет примерно вот такая вот борьба. Что вот прям нос к носу. И 5-чейнс, если забирать ещё 2 раунда, к ряду. Они побеждают на карте Деловой Центр. И будем переходить дальше к Металу. И кто знает, что там случится. Но смотрим, пока что Линк у нас сидит в аркаде. И у Линка сейчас будет хорошая возможность получить в голову. И он получает. Так, ну что ж, смотрим далее. Смотрим далее. Здесь Фрид пытается отыграть наш шорт. Но пока что это не самым лучшим образом получается. Пуши Даззл закрывают за собой позиции Стрита. Принимают пока что аркаду. Вообще никаких агрессивных действий от них здесь не происходит. Фрид дропается сейчас под короб. Чекает там своего соперника Коса. Есть информация. И залетает пачка. Альфа сейчас полностью открыта. И вот сейчас Стрит может как раз таки заходить. Московский врывается под позиции короба. Зишка опять же увольняет своего соперника. Здесь же Коби. Есть размен. Неплохо. Перетяжка под пятерку. Откид Хаев Плэн. А там находится Пуш. Но Хаешка не настигает своего адресата. Опять же Чек Короба. Там опять лапа. Ой-ой-ой. Ну здесь очень грамотно развели своих соперников бойцы команды Арту в хеликоптер. Браво. И это 9-8 и 1 маппоинт за этими ребятами. Ну что? Допы, похоже, нас ждут. Но раз, судя по последним событиям, парни разменивались, что одни-то вторые забирают раунд, то сейчас мы увидим 9-9. Хотя не исключено, что и 10-8 будет. Ладно, смотрим. Пока что очень долгий раунд. Восполнение Арту в хеликоптер. Пуш-даззл на позиции инсайда. Зишка фрейд на четверке. Лапа в той же области. Контролит поджимы. Но Зишка уже постепенно заходит в позицию центрального кафе. Но посмотрим. Посмотрим, как они ее выйдут. Пока что, мне кажется, они и этот раунд будут раскачивать просто одного за другим. Постреляли немного под беты и ушли под альпу. Ну и в соответствии таким образом будут дальше качать. Но вот это аркада от НК на стрит. Я здесь с тобой полностью согласен. Это просто крах. Мама, помоги мне это разведеть. Что это было? Парень одним мувом проиграл всю игру сейчас. Просто одним мувом. Куда? Зачем? Что ты делаешь? Так хорошо играл всю игру. И тут бац, просто выкидывай такую на тебе оплеуху. Но это 10-5. Победа команды Арту в хеликоптер. Зачем это было? Я просто пытаюсь понять логику сейчас. Ну ты же... Ты не успел на быстрый чек стрита. И ты летишь в аркаду. Зачем, дружище? Ну так же не играется эта игра.